У меня был странный момент, когда я там нашел у родителей шприц, например, такой в деревянной коробочке, такой складывающийся с шприцем, и был уверен, что родители наркоманы. Вдруг, и это была моя тайна, и в связи с этим, поскольку я знал, что наркотики – это плохо, я понял, что наверняка они еще и контрабандисты, естественно. И я помню, как ко мне подошли какие-то парняги на улице, и такие, ну что, типа, Ленина любишь, люби его еще сильнее, и начали меня душить за этот галстук. И больше я галстук не носил. Что сказать про драку? Драка естественна, драка неестественна. Я хотел бы, чтобы мои сыновья оставались пацанами, но при этом оставались живыми и не калеками. Музыканты это называют «жепо-часы», знаете, да? То есть вот количество «жепо-часов», которые ты вот посвятил своему инструменту. Вот это музыкант. В этом смысле я, наверное, да, на сегодняшний день артист больше, чем музыкант. Радует ли меня эта ситуация? Ну так, не знаю даже. Очень редко бывают артисты, которые приходят и говорят, спектакль, наконец-то. Обычно артисты приходят и говорят, господи, как я хочу спать, или там, а, там у меня чего-то там здесь болит, сам болит. Ну, вообще мир агрессивный, и сказать, что люди прям так дико друг друга все любят, нельзя. В театр, как некая концентрация, да, там, наверное, тоже все очень и очень непросто. Мне кажется, те люди, которые ругают Россию, раздражаются тем, что в ней происходит, и с восторгом говорят о том, что происходит где-то, они в большей степени патриоты, чем те, которые, знаете, как в фильме «Ностальгия», да, когда человек говорит, я здесь живу, да, в этом, в грязи, типа, куда ты меня трогаешь и тащишь. У меня вчера дочка легла пол первого ночи спать, читала, сидела, читала. И я не мог ей объяснить, почему, ну, как бы этого не надо делать. Ну, то есть я всячески пытался, приводил какие-то аргументы, понимал, что я зануда. Оказалось, что она читает Леонардо да Винчи. Притча. Ей семь лет. А вдруг действительно выросло какое-то поколение людей, которые могут сформулировать свою мысль. Может быть, не нужно их прессовать, затыкать и хвататься за руки тем людям, которые уже все как будто имеют, которые заняли места и говорили, мы вместе, ребята, давайте покрепче возьмемся за руки. У тебя театр у меня там, концерн у тебя там, это самое. И вот мы не дадим прорваться. Да какого хрена? Ну, в принципе-то. Глупее вещи, чем сигарета, придумать себе сложно. Но, тем не менее, она существует в нашей жизни, и сигаретка, это же классно. Здоровые процессы, они порой болезненные, да? Потому что прыщик перед тем, как он там выдавится, он должен там это вот это вот, мы все это представляем. Может, он и не выдавится. Может, он так и сгниет на теле вот нашей вот несчастной истории русской, да? И будет просто какое-то такое нагноение, да, искусственное. Что такое власть? Власть — это сила. К сожалению, это не слуги народа. Ну, это очевидно. А хотелось бы, чтобы это было так. И вот сейчас уже готовы, да, наброситься на одного дракона, но страшно, потому что нужно же найти сразу себе другого дракона. Ну, как-то нельзя же так необдуманно поступать. Желательно сильного. Ну, и такого, чтобы уже он еще там сроков на шесть. Страхи — это, наверное, не самый такой прекрасный двигатель. Ну, просто не хотелось бы. Не хотелось бы, просто все говорили, ну, он старый, ладно. Ну, типа, да, дедушка Женя. Старость. Пофиг. Субтитры сделал DimaTorzok